Города Андижан, Узбекистан. Ему 24 года. Рост 179 сантиметров, вес 61 килограмм, 500 грамм. Дебют на профессиональном ринге фрошамбек. Принц Умур Зака. Реферер Дмитрий Болдырев. Господа бэксори, слушаем команды внимательно, соблюдаем правила. По затылку не бьем, пояс не бьем. Пожали руки. Удачи по углам. Ну что ж, сейчас начнется первый раунд. Евгений Смелов против Рапшанбекова-Мурзакова. У Рапшанбекова-Мурзакова профессиональный дебют. Он выше ростом своего соперника. Вообще высокий для этой весовой категории парень. 179 сантиметров рост. Давайте смотреть. Ну вот начинает традиционно на дистанции. Плюс левша. Левша, да. Но Евгений Смелов своей фамилии соответствует на все 100%. Плюс у него из трех побед две победы досрочные. Удар у Евгения есть. В свое время он занимался, причем занимался очень неплохо и успешно кикбоксингом. К1 вот перешел в офисиональный бокс. Единственное, мне кажется, несмотря на то, что у высокого роста Рапшанбек руки у Смелова чуть-чуть подлиннее все же. Ну, Евгений жестко заряжен. В принципе, он всегда так работает во всех своих поединках. Достаточно открыто идет вперед. Пока смотрит Рапшанбек у Мурзаков, что можно с таким соперником сделать. Ну, еще добавлю, Рапшанбек по любителям дважды побеждал на турнире в памяти великого американского, советского и узбекского тренера Сидния Джексона. Так что, ну и плюс участник сборной Узбекистана. Посмотрим, школа, пригодится ли школа Рапшанбеку в этом поединке. Поможет ли ему большой любительский опыт. Совершенно верно. Чуть-чуть поближе нужно работать Афшанбеку, потому что с дальней он не достает соперника. Ну вот, прошел наконец-то первый джеб точный у Мурзакова. Пока не успевает так нащупать дистанцию Иргашев. Ой, прошу прощения, Умурзаков. Иргашев-то как раз в предыдущем поединке очень быстро все нащупал. Ох, какой плотный удар по туловищу. Да, это ногда... Нет. А по-моему, да. Дмитрий Болдырев, я думаю, что здесь нужно считать. Удары по корпусу имеют очень жесткий отставленный эффект. Все. Все, все, все. Аут, аут. Да, и Дмитрий Болдырев зафиксировал досрочную победу Рапшана у Мурзакова. Ну, у Рапшанбека такая стопроцентная реализация. Один жесткий точный удар и один нокаут. Саламу алейкум, мои друзья. А футболка, футболка, это наша победа. Ну что ж, мы поздравляем Рапшанбека у Мурзакова с досрочной победой, нокаутом. И Евгению Смелову мы желаем скорейшего восстановления, кстати. И главное сейчас ему восстановиться, прийти в себя. Дмитрий Болдырев. Ну вот, мы видим, пришел в себя Евгений Смелов. До сих пор он корчится от боли. Но, слушайте, друзья, чистые, жесткие удары по печени. Не дай бог никому такие пропускать. Особенно бесплатно. Сейчас будет официальное объявление победителя. Яркий, успешный дебют у Рапшанбека у Мурзакова. Хотя не предвещало, на самом деле, ничего в начале раунда такой исходный, на мой взгляд. Но сказался, видимо, хороший опыт. Дорогие господа, на второй минуте шестой секунды первого раунда победу нокаутом одержал Рапшанбек, принц Умурзакова. Еще раз поздравляем Рапшанбека у Мурзакова с ярким дебютом. Рапшанбека у Мурзакова